Нас немного, но все-таки я думаю, что мы с толком проведем это время. Рад всех приветствовать. Итак, Cisco Hyperflex, что это, о чем и какие выгоды это может принести вам, вашим заказчикам в этой презентации. Собственно, если говорить о Cisco, удачный продукт, который возник на хорошем фундаменте. Это Cisco UCS. Я благодарен тем слушателям, которые были на предыдущей сессии и послушали, что такое Cisco UCS. И Hyperflex это, по сути, одно из прикладных приложений поверх UCS. Но приложение не в классическом понимании этого слова, а приложение как инфраструктура. Что мы хотели создать и что у нас получилось? Это такой iPhone-like стиль управления инфраструктурой. Основная идея из знакомого интерфейса, из сервиса управления виртуализацией. В первых версиях это V-центр. Мы управляем всеми доменами и виртуальными машинами, и сториджем для этих машин, и сетью для этих машин. То есть, по сути, у нас единая точка управления обеспечивает connectivity ко всем доменам, которые должны управляться. Это гибко, это удобно, нет необходимости обучения персонала. Вы с легкостью, с помощью плагина, инсталлируете V-центр Hyperflex и управляете дата-сторами, которые, собственно, мапятся к вашим же виртуальным машинам. Давайте посмотрим, как это выглядит обычно. Обычно это отдельные сети Senn, отдельные сети Ethernet, отдельно сервера, отдельно сториджи. С течением времени появлялись конвергентные решения, где мы Senn-сети и Ethernet-сети предложили как unified подход. И в том же UCS вы видели, что в фабрике UCS это и есть эти конвергентные свечи, которые подключаются и к Blade-системам, и к Storage-системам. Если говорить об гиперфлексии, основная идея – это упрощение всего, что можно упростить. Упростить покупку нового узла, упростить понимание того, если не хватает производительности, что сделать, чтобы ее хватало. Вы понимаете, сколько потребляет электроэнергии каждый узел, вы понимаете, сколько он занимает места. Вы понимаете пропускную способность и, по сути, вы строите решение сообразно той задачи, которая есть на сегодняшний день, и легко масштабируетесь к задаче, которая будет. Если говорить об UCS, у нас техническая минутка. Благодаря спонсору минутки Microsoft. Это один из самых быстрорастущих продуктов CISCO. Если посмотреть на историю продукта, он появился 2 марта 2016 года, то есть где-то год назад. За это время у нас появилось более тысячи заказчиков. Если говорить о наших странах, в принципе, в Украине есть первые продажи гиперфлекса, есть продажи в странах СНГ. Поэтому продукт достаточно уверенно продвигается в отсоды заказчика и благодаря технологиям имеет солидную основу для того, чтобы заказчики его использовали больше и больше. Тем более, что в недавних обновлениях появилось еще одно преимущество. Тем заказчикам, у которых уже есть UCS, не нужно покупать гиперфлекс как что-то отдельное. Вы можете в существующие фабрики интегрировать UCS. То есть это еще уменьшает стоимость вхождения, то есть ценник, с помощью которого этот гиперфлекс появляется у вас как у заказчика. Если посмотреть на общие тренды, вы видите, что пространство для Software Defined Storage прогнозирует увеличение. И очевидные ответы, которые можно адресовать классическим Storage вендорам, это то, что традиционное СХД – это дорого, это сложно и очень долго. Если говорить об идее гиперконвергенции, что это такое, это по сути у нас в домен виртуализации перемещаются не только коммутация, процессинг, но и Storage как таковой. То есть те диски, которые есть в серверах, они объединяются в пулы и, соответственно, балансируется нагрузка на весь пул дисков на все ноды, которые есть в системе. Итак, если более приземленно посмотреть, что же предлагается. Предлагается UCS-фабрика. В текущем релизе это 10-гигабитная фабрика. Это может быть существующая фабрика уже, к которой подключены блейды. Это может быть 40-гигабитная новая фабрика, минорное обновление, должен выйти релиз нод, в котором поддержка 40-гигабит открывается, тем более, что по всем внутренним процедурам это уже прошло, и там white paper и так далее уже все выпущены. В зависимости от того, сколько вам нужно Storage, у вас могут быть одноюнитовые или двухюнитовые ноды, в которых, соответственно, может быть разное количество дискового пространства. В зависимости от того, что вы строите, эти ноды могут быть all-flash или эти ноды могут быть на pin-дисках, если это на крутящихся дисках. Соответственно, там также присутствует флеш-накопитель, но уже в виде кэша на чтение, кэша на запись. Помимо серверного оборудования, которое использовано для построения гиперфлекс-решения, также важным составляющим является то, что используется логовская файловая система. Которая позволяет вам коммитить все операции ввода-вывода к системе, позволяет вам терять один-два узла, и при этом производительность системы естественным образом падает, но сохранность данных все еще доступны. Интеграция в систему виртуализации позволяет сделать, по сути, такой оффлот от доменов виртуализации, таких операций, как снапшоты, клоды. То есть все это делается автоматически, при необходимости. Кабель что-то... Я отойду. Поэтому с точки зрения файловой системы, это цисковское ноу-хау, и, собственно, это здорово отличается от конкурентных продуктов, которые, опять же, присутствуют в гиперконвергентных решениях, которые зачастую используют open source. Итак, если посмотреть на возможности гиперфлекса, самое простое, с чего вы можете начать, это три узла, которые подключить, три сервера с дисками, которые вы можете подключить в UCS. При этом поддерживается архитектура scale-out, то есть вы можете наращивать свою инфраструктуру до 16 узлов на один кластер, таких кластеров вы можете в UCS иметь 8. Помимо этого, вы можете масштабировать и вычисления. Это уникально для гиперконвергентных решений. По сути, вы можете к каждому узлу гиперфлекса, в storage-узлу добавлять еще compute-узел. Таким образом, вы легко балансируете, где больше потребностей в нагрузке, в хранилище или же в компьютинге. В зависимости от этого, вы добавляете больше процессоров памяти или же дисков. Но мы помним, что каждый узел, помимо дисков, содержит также процессоры и память. С точки зрения функционала SHD, из интересных вещей встроена дедупликация и компрессия, поддержка клонов, поддержка снапшотов, поддержка репликации. То есть базовые вещи, которые вы привыкли ожидать от хранилища, вы можете здесь получить. Ну и ценность номер один от гиперконвергентных средств – это полная интеграция в домены виртуализации. Сейчас поддерживается VMware, на близком роудмэпе Hyper-V и KVM. Поэтому в зависимости от того, что вы развиваете у себя, у заказчика всегда будет выбор сыска. Единственное, что этот выбор также распределен во времени. Если посмотреть детальнее, то, собственно, гиперконвергентная система, на каждый сервер, на каждый узел, который реализует storage-узел, инсталируется контроллер. Контроллер – это виртуальная машина, которая потребляет естественным образом ресурсы от хостан, забирает порядка 10 ГГц процессинга, то есть это где-то 4 CPU, V-CPU, 4 ядра. И в зависимости от модели это может быть до 72 ГБ памяти. То есть это достаточно мощный ресурс, который, опять же, запущен на каждом узле, в котором вы распределяете диски и используется схема трехкратной репликации. То есть у вас есть основной контроллер и три резервных контроллера. Для каждого блока данных, который записывается в систему, три узла содержат копии этих данных. Вы можете фактор репликации использовать по умолчанию, это 3, или же для там, где вам нужны большие объемы, фактор репликации вы можете ставить 2. Чтение, запись, все эти операции у меня будут примеры, как это происходит, и будет не станет понятен. С точки зрения узлов, сервер HX220 имеет возможность разместить в себя физических 8 дисков. Из этих 8 дисков под данные отводится 6 дисков. Один диск выделяется для кэша, и один диск для таких хаускиппинг задач в виде сторожа для виртуальной машины, с которой, собственно, для сторожа контроллера, для хранения логов и так далее. В US-юнитовых устройствах уже больше дисков, соответственно, мы можем использовать 23 диска для хранилища, и, соответственно, у нас остаются диски для кэша и диски для хаускиппинга. Ну и, конечно, в комбинированном режиме вы можете еще использовать блейды, для того, чтобы компьютинг нарастить в системе. Больше деталей для того, чтобы легче было приобрести это в произведении искусства, есть предопределенные бандлы, которые Циска рекомендует. Со своей стороны, это не догма. То есть вы можете делать свои собственные прикидки, какая система вам нужна. Если вам нужен более мощный процессор, например, чем 2690, вы можете заказать Keperflex на процессорах 2699. То есть никаких тут особых нюансов не возникает. Здесь только бизнес, reasonable, какие-то предпосылки могут присутствовать. Как видите, вы здесь набивка дисков максимальная. Более интересно в старших моделях. Видите, что в зависимости от процессора также рекомендуемое стартовое количество дисков увеличивается. Вы можете доставлять в любую систему хоть полный размер дисковой корзины. До 23 дисков. Если говорить об AllFlash, естественно, AllFlash меняет правила игры. В каком плане? Теперь вы на такие системы можете распространять и критические к задержкам приложения, такие как SQL-база данных, Oracle-база данных. И у нас постоянно выходят white paper, которые рассказывают, каким образом какое приложение развернуть. Из преимуществ AllFlash нам больше не нужен Flash на чтение, на кэш на чтение. Почему? Потому что все диски быстро отдают и без дополнительного уровня кэширования. Соответственно, упрощается архитектура решения, оно работает быстрее. И, собственно, производились тестирования достаточно интенсивные в сравнении с вендорами, которые также в гиперконвергентном сегменте присутствуют. И результаты, которые получил наш продукт, они впечатляют. Если сравнивать с наиболее известными конкурентами, то производительность системы аналогичная AllFlash против AllFlash, флэш в 5 раз быстрее. Опять же, такие результаты могут быть только благодаря архитектурному подходу, а не за счет компонентов, потому что компоненты те же самые. Если же сравнивать с гибридной системой, то есть с крутящимися дисками и с кэшем чтения запись, то флэш показывает накопитель значительное улучшение по всем характеристикам. Итак, если посмотреть на AllFlash узлы, вы видите, что хоть дисков у нас столько же, сколько и было, но теперь это не 1,2 терабайтные крутящиеся спин-диски, а 960 гигабайт или 3,8 терабайта диски, которые используются для хранения данных, а кэш, соответственно, 800 гигабайтные диски. Ну и двухъюнитовая платформа. Здесь уже до 10 дисков 3,8 терабайт на узел вы можете получать. Для справки, вот вам некий такой расчет. В зависимости от количества узлов вы можете получать нужное количество объема хранения. Опять же, это для 8-нодового кластера. Сейчас уже поддерживается 16-нодовый кластер. Я имею в виду storage-нодовый. Вы можете еще 2 блэк-корзины к этому кластеру собственно подключить. С точки зрения особенностей, устроена система достаточно элегантна и просто. У вас одна из виртуальных машин с гарантированными ресурсами. Это контроллер, storage-контроллер, который обеспечивает операции с дисковой подсистемой, перехватывает запросы к, собственно, storage-подсистеме и в том числе оффлодит задачи по созданию клонов, снайпшотов. Как я уже упоминал, узлов у нас минимум 3 рекомендуется, хотя пошли уже анонсы о выходе робо-решения. Это маленькие решения для regional office и branch office, в котором у нас все так же 3 узла изначально. В roadmap доступно уже 2 узла, то есть вы можете покупать меньше железа для таких задач, как маленькие офисы. И там нет такого компонента обязательного, как фабрика. То есть вы можете использовать существующие свечи для того, чтобы региональные малые офисы обеспечить этой платформой. В этих узлах вы можете найти соответствующие компоненты, такие как CPU, память, флеш-диски, крутящиеся диски. И при необходимости увеличивать этот пул ресурсов для сообразности тем, как вырастают ваши задачи. При этом обеспечивается безустановочное добавление, убирание узлов. То есть система адаптируется к подобного рода операциям и перераспределяет автоматически нагрузку, в том числе на сторож под систему. Также в случае, например, каких-то регламентных рабор, вы можете вывести узел эксплуатации, обслужить его, или же по сервису привезти новый, добавить и подключить к системе. То, что умеем делать мы, это легко наращивать сторож узлы и добавлять компьют-узлы on-demand. То есть вот такой функционал, он недоступен, пожалуй, ни от кого из других вендоров. Ну и что важно, система зачастую дешевле, чем у конкурентов, за счет того, что мы лицензируем только сторож узлы, мы не лицензируем хосты, которые к этой системе подключаются. Если посмотреть на то, каким образом распределяются данные внутри системы, вы видите, что у нас есть виртуальная машина, ей выделен некий дата-стор. Этот дата-стор реплицируется как минимум три раза на три разных узла. И, скажем, вот такой гипотетический случай, если мы делаем миграцию виртуальной машины на другой хост, по сути, ее ввод-вывод остается локальный, потому что копия данных лежит на этом же хосте. С точки зрения резервирования, вот у нас vmdk файл с блоками данных. Соответственно, эти блоки данных распределяются по всем узлам, которые доступны в системе. Из наших наблюдений, чем больше узлов, тем она быстрее и продуктивнее отдает информацию. Каждый блок реплицируется три раза, и контроллер распределяет эти данные между узлами. В случае, если у нас вышел из строя какой-то контроллер, виртуальные машины смигрировали на оставшиеся узлы, и основной сторож контроллер дал команду отреплицировать блоки данных, которые были на вышедшем из строя узле. Когда у нас вернулся узел, соответственно, данные переносятся на вновь объявившийся ресурс, и соответствующим образом статус-кво восстанавливается. С точки зрения AllFlash архитектура решения несколько меняется. Если мы возьмем гибридное решение, в котором есть ReadWriteCache, то в системе с AllFlash ReadCache больше не нужен, по причине того, что у нас накопители, это и есть ReadCache. Давайте посмотрим, каким образом происходит запись. Виртуальная машина записывает данные. Данные перехватываются IO-визором. Это, по сути, сетевой драйвер, который устанавливается гиперфлексом. IO-визор перенаправляет запрос на основной контроллер. Основной контроллер записывает в WriteLog этот блок данных. Отдает команду и реплицирует этот блок на еще два контроллера, для того, чтобы выполнить тот фактор репликации, который указан. После этого контроллер посылает AskKnowledge, что операция подтверждена на ту виртуальную машину, которая инициировала ввод-вывод. Таким же образом данные записываются от следующих машин, в зависимости от того, откуда инициировалась, до тех пор, пока в WriteLog не заполнен. После этого из WriteLog выбираются основные блоки данных, то есть не те резервные скопированные, а основные блоки данных, дезаплицируются, компрессируются и записываются на накопители. То есть это уже постоянно, на долгосрочное хранение. Это же реплицируется в зависимости от того, какой фактор репликации выбран, два или три раза. Что же происходит при чтении системы? Приложение задает запрос на чтение данных. Ио-визор перехватывает этот вызов и отправляет на основной контроллер. Проверяется активный в WriteLog. Если же там данных нет, проверяется пассивный в WriteLog. Далее проверяется наличие этого блока в памяти, наличие этого блока в Flash кэше, если это гибридная система с крутящимися дисками. И если же мы не нашли запребованный блок, он забирается с Flash или с крутящихся дисков, декомпрессируется и копируется память и отдается виртуальной машине. Подобного рода распределение данных дает еще одно хорошее преимущество. Это то, что мы позволяем равномерно распределить нагрузку по всем узлам. И чем больше узлов, тем получается производительная система. Опять же, у нас нет чатовости на запись к накопителям, особенно это критично для Flash-накопителей. Все знают, что у Flash-накопителей ограниченный ресурс. В данном случае мы не изнашиваем Flash-накопитель частыми операциями записи. Ну и надо сказать, что, естественно, система находится в том числе под гарантией. Если вдруг у вас какой-то компонент выходит из строя, он меняется по тривиальному смарт-нету. Текущая поддержка – это VMW. Ориентируют нас на очень скорое добавление Microsoft Hyper-V. Из куларов известно, что версия под KVM уже готова, но ее будут выпускать после Hyper-V. Для каких-то целей у них по маркетингу вот так это выглядит предпочтительно. С точки зрения функционала, опять же, вот эта система управления, она интегрирована в BitCenter, и вы, в принципе, можете достаточно легко операции с дата-стором проводить с виртуальными машинами, клонировать их, реплицировать. Достаточно большое количество, практически на момент, за одну операцию вы можете создать очень большое количество копий, клонов, виртуальных машин с нитшотов. И это происходит очень быстро. Детупликация и компрессия – это встроенная функциональность. Она не требует каких-то аппаратных ускорителей. По крайней мере, на данный момент об этом не говорят. Тем не менее, они не исключают, я имею в виду разработчиков, появление аппаратного ускорителя для этой задачи. Почему… сейчас расскажу. Почему удается компрессировать и детуплицировать без какого-либо пенальти для CPU-сервера? Эффективность детупликации компрессии, она прежде всего связана с тем объемом данных, которым вы оперируете. Чем он больше, тем эффективнее детупликация компрессии, но тем больше ресурсов аппаратных необходимо для того, чтобы это осуществить. Поэтому с точки зрения отсывка они выбрали следующий подход. Мы берем маленький чанк, и этот чанк, маленькие информации, достаточно легко компрессируется, детуплицируется без overhead на CPU. Вероятно, появятся и аппаратные ускорители, и, соответственно, возрастет размер чанка, с которым будет работать детупликация компрессии. С точки зрения разворачивания, действительно сделали все, чтобы это было похоже на Apple-style инсталляцию. Запускается визор, вы в этот визор забиваете название вашего гиперфлекса, забиваете IP-адреса узлов, служебные IP-адреса, по которым вы к гипервизорам будете доступаться, и указываете, например, если ваша система должна еще к блоковому сториджу дотягиваться или к сказе сториджу, вы имеете возможность сразу для этих узлов прописать все необходимые интерфейсы. С точки зрения этого визорда, он дотянется к системам BMW, в системе UCS, создаст необходимые профиля, создаст необходимые адаптеры, поместит в нужные сети, то есть настроит полностью весь этот цикл, и в принципе через энное количество времени у вас система будет готова для размещения виртуальных машин. Что еще сделали? Сделали заводскую прединсталляцию, то есть когда система к вам приходит, на ней уже проинсталлированы гипервизоры, VMware, разбита вся файловая система, но она просто готова к кастомизации под те подсети, которые вы используете. С точки зрения сетей, которые используются, вы можете увидеть, что создаются из необычного, пожалуй, это Storage Data VLAN, в котором вы обслуживаете виртуальные машины. С точки зрения UCS, если заказывается гиперфлекс с заводской предустановкой, в фабриках уже развернуты профили гиперфлекса. Если же вы интегрируете это в существующий UCS-домен, то вам наш Cisco-сервис, Cisco-так, поможет снабдить всеми инструкциями, всеми профилями для того, чтобы вы это быстро сделали. Соответственно, большинство из заказчиков, которые уже используют UCS, будут приятно удивлены, потому что они все тот же инструмент будут использовать для гиперфлекса. Заказчики, которые используют VMW, будут приятно удивлены тем, что у них в VMW добавится просто несколько закладочек, где они смогут свои дата-сторы провиженить на гиперфлексе. Также вышло мобильное приложение, которое позволяет вам мониторить гиперфлекс из айфона, планшета, андроида или iOS. Вот примеры скриншотов из того же VCS-клиента. Как я же упоминал, в одном домене UCS-а поддерживается до 8 кластеров. Каждый кластер может иметь до 16 сторожезлов и 16 блейдов. Таким образом, вы можете полной набивки UCS-фабрику использовать под данное решение. Естественно, так как мы говорим сейчас об VMW, то весь функционал VMW доступен с системой гиперфлекса. Из таких дополнительных вещей, которые были сделаны, это, конечно, интеграция с существующими сторож-подсистемами. И в том же визорде, инсталляционном визорде от гиперфлекса, вы также указываете, каким существующим сетям, сторож-сетям к IP-сторожам необходимо подключиться. С точки зрения бакапа, мы также подключаем в UCS-фабрику сервер S-серии, в котором большое количество 3,5-дюймовых дисков, 10-терабайтных дисков. И соответствующим образом мы можем из того же UCS управлять этим сервером и выбрать Vim, Commvault или же стандартные средства VMW для бакапа виртуальной среды. И таким образом обеспечить в том числе и резервное хранение. Опять же, это пример. Здесь может быть любой сервер, не обязательно такой мощный, в зависимости от того, какие объемы бакапа вам необходимы. И если говорить об облачных решениях, UCS-директор – это IaaS-менеджер, Infrastructure as a Server-менеджер. Несколько слайд неудачный. Он позволяет управлять в том числе классическими сторож-подсистемами. И в этот список добавился гиперфлекс. То есть вы получили возможность создавать воркфлоу, в котором сторож-подсистема продвиженится с помощью UCS-директора на гиперфлексе. Позиционирование. Понятно, что если сравнивать с классическими конвергентными инфраструктурами, они никуда не убираются. У заказчиков большинства они уже развернуты. И поэтому здесь речь может идти о том, что появляется новый путь планирования, новый путь закупки решения. Опять же, прежде всего это касается гибкости и удобства для виртуализованных доменов. Тем не менее, наверняка найдутся задачи, которые требуют классического сторожа. И хорошая новость в том, что в одном UCS-е вы можете использовать оба этих решения. Вы можете иметь бэды, которые подключены одновременно к дата-сторам, которые лежат на классических сторожах, и дата-сторах, которые лежат на гиперконвергентных сторожах. Еще одно напоминание. Доступные на сегодняшний день линейки. Это прежде всего NetApp, это первый сторож вендор, с которым Cisco вошла в тесные партнерские отношения. И множество других вендоров, которые в данном пути являются нам союзниками. С точки зрения сценариев и больших кейсов, где применимость гиперфлекса – обычный домен виртуализации. То есть классические задачи, вы можете смело использовать гиперфлекс. Особым кейсом проходят виртуальные десктопы. Есть очень большие кейс-стадии от крупных банков, где тысячи виртуальных десктопов уже на гиперфлексе развернуты. Здесь нам помогает в том числе альянс с Envita. В эти же сервера сторож ноды устанавливаются еще по две Kepler-карты, которые позволяют нам сделать оффлот графической подсистемой для виртуальных десктопов. Ресурсы разработки и тестирования – там, где надо быстро что-то выделять и не хочется привлекать в этот процесс дополнительных администраторов. У вас же ваших тестировщиков, разработчиков – обычный вид-центр, в котором вы сами себе быстро провяжите место, диски, маппите к виртуальным машинам, когда они нужно убирать, когда нужно клонировать. В целом, очень удобная среда, особенно для такой активной среды девелопмента, разработки. И, конечно же, удаленные филиалы офиса, куда не хочется покупать отдельный сторож, менеджить его, отдельную сеть, убрать этот домен из рассмотрения и заменить это все централизованной точкой провиженинга всего. Купили там три сервера, поставили в branch office, и, в принципе, этих ресурсов достаточно для его работы. Что изменилось, какой еще use case появился? Это базы данных с all-flash решением. Появилась возможность абсолютно спокойно переносить процессинг баз данных в гиперконвергентную среду. Ну и хочу отметить отличительные особенности. Сеть интегрирована, она является частью системы, я бы даже сказал, основой UCS и основой гиперфлекса. Мы достаточно легко наращиваем вычислительные мощности, сторож мощности в рамках одного домена. Все централизованно мониторится, все компоненты видны, полная инвентаризация, полный текущий статус, все ошибки, вот все у вас собрано на одной консоли. Гибкость добавления ресурсов. Вы можете добавлять новые ноды в сторож, новые ноды вычислительные, blade-корзины, и все это не требует никакого оверхеда с точки зрения каких-то подготовительных работ, это на живую все можно делать. Дедупликация, компрессия, снапшоты, все это делается native в системе, не надо покупать никаких лицензий, то есть это просто есть SD-Zero, и все это доступно. Распределенное и равномерное распределение данных по всем узлам повышает производительность системы с ростом количества ее узлов. Если посмотреть наши роудмэпы, то сейчас работают над системой 32 узла. То есть все больше и больше узлов, и таким образом все большую производительность можно получить. С точки зрения сети, в принципе в релиз ноте от последнего версии гиперфлекса уже упоминается 40 гигабитная фабрика, и в минорном апгрейде будет выпущен релиз нот с использованием 40 гигабитом. Опять же, насколько это критично, но эта система станет лучше. То есть 40 гигабит – это уже скорости, сравнимые с подсистемой ввода-вывода локального сервера, поэтому в принципе я думаю, что это однозначный позитив. Возможность подключения к существующим СХД – это тоже большой позитив, потому что вам в ваших решениях, виртуальным машинам, может понадобиться подключить какой-то Quorum-диск, смаппить RAW-девайс для того, чтобы там кластер мог свой статус определять. И это делается легко. У вас, может быть, данные лежат на гиперконвергентном сторидже, а Quorum-диски могут лежать на классическом сторидже, который может быть, опять же, любой IP, Fiber Channel или FCU-ет. Традиционные сервера могут получать новый сторидж в рамках фабрики, на скоростях этой фабрики – это 10 или 40 гигабит. И инструменты всем знакомы – это UCS Manager и, собственно, V-центр, в будущем VMM и так далее. Соответственно, если говорить о будущем, то действительно больше поддержки гипервизоров, больше поддержки узлов, сервисов, сценариев применения, выпуск white paper и так далее. Итоговые, собственно, слайды. Трениваемся к полной гиперконвергентности. Действительно, это со своей defined storage нового поколения, со своей собственной разработки файловой системы, логовой файловой системы. Она не основана на open-source, поэтому обладает признаками, скажем, более качественного продукта. Централизованно поддерживается циской под ключ. Это решение как для апгрейда существующих Blade систем, так и для новых Blade систем. Из хороших новостей для тех, кто строит новую систему с нуля, заказывая в портномерах гиперфлекса, фабрики стоят дешевле, значительно дешевле, чем с обычным, собственно, UCS. Поэтому для вас это может быть еще и находка, как заплатить меньше, а получить больше. То есть это действительно выгодно. Ну и архитектура. UCS развивается, он тоже не стоит на месте, появляются новые фабрики, появляются новые подходы. И, естественно, гиперфлекс будет наследовать все эти наработки и поддерживать в дальнейшем. Из позитивных изменений для Cisco мы объявили поддержку на гиперфлексе своих собственных приложений. Прежде всего, это важно для Unified Communications приложений, то есть Cisco Hyperflex является сертифицированной платформой для UC-шных приложений от Cisco. И таким образом, если вы строите колл-центр, если вы строите телефонию для большого, для малого предприятия, для бренч-офиса, вы можете использовать Hyperflex для того, чтобы обеспечить всеми ресурсами ваше UC-приложение и памятью, и дисками, и процессингом и все это централизованно мониторить и управлять. Для фанатов UC есть специальные портномера, для которых верифицирован в UC, чтобы легче было заказать данную систему. Ну вот иллюстрация, специальный портномер. Видите, он входит в список верифицированных спецификаций для UC-приложений. Ну и обращаю ваше внимание, что у нас есть уже публичные Customer Case Study, есть, собственно, валидированные дизайны, каким образом, такие best practices, как виртуальные десктопы запустить на инфраструктуре. И, собственно, есть уже достаточно много информации об AllFlash. Для того, кому интересно, производительность системы, результаты тестирования и так далее, обращайтесь в офлайне, и мы вам всю информацию эту сможем предоставить. Из позитива для нас, что облегчает работу, появляется Hyperflex Sizing Tool, который в зависимости от того, какие приложения вы собираетесь эксплуатировать на системе, позволяет вам сделать такой estimation. Не всегда это удобно. Я лично не очень люблю вот такие вот cloud-based тулы. Есть у нас инструментарий в виде экселевского калькулятора, в который вы заводите требования, то есть сколько ресурсов вам нужно получить, система вам просчитывает, сколько нодов и какого типа вам необходимо использовать. С моей точки зрения это более удобно, тем более что ты в Excel можешь подсмотреть, по какому принципу он считает, и там самостоятельно дальше. Хорошо. Ну, обращайтесь. В индивидуальном порядке наверняка сможем решить этот нюанс. Ну, я думаю, что компания будет продвигать вот такой вот cloud-style калькулятор. Ну, мои личные предпочтения, они другие. То есть мне больше нравится то, что у меня под рукой может быть присутствовать. Ну, и то, о чем я говорил, это возможность мониторинга с мобильных устройств кластера Hyperflex. Ну, я думаю, что это достаточно хорошее тоже подспорье для администратора, чтобы в любой момент времени увидеть статус и характеристики всего environment. Надо отметить, что помимо логинов в, собственно, в V-центр, есть свой отдельный инструмент, с помощью которого вы можете мониторить. Это встроенный инструмент. Мониторить, управлять всей системой, видеть все детали. Есть CLI от него, можно зайти внутрь системы и так далее. Ну, опять же, это уже детали на уровне филд-инженера, который там будет заниматься инсталляциями, мониторингом и траблешутингом данной системы. Система на саппорте от Cisco, полном саппорте, полный жизненный цикл системы на саппорте от Cisco. Надо понимать, что помимо стоимости железа в заказе оборудования появляется еще такая опция, как стоимость лицензии гиперфлекса. Лицензируется это, даже речь не о лицензии, а о подписке. Они вот таким вот образом начали подходить. Видимо, этот термин очень нравится инвесторам, что софт доступен по подписке. И вот теперь мы говорим о том, что этот софт не лицензирует, он доступен по подписке. Меняет ли это суть? Ну, наверное, для кого-то меняет суть. Но подписка доступна на год, на три года или на пять. То есть вы в зависимости от ваших потребностей, бюджета, я не знаю, как вы планируете свои IT-расходы, вы можете выбирать тот бюджетный календарь, который вам удобен. Так как система работает с VMware, вы можете от Cisco заказать в рамках заказа сразу и лицензии VMware, если их нет. Или же вы можете заказать, чтобы вам это проинсталлировали. Но лицензии, свои ключики вы ведете там самостоятельно. Ну, пожалуй, у меня все. Готов к вопросам. Welcome. Спасибо. Да, привет. Протоколы используют CETA NFS. Если у нас, получается, дата-стор эмулируется один, но блоки от этого дата-стора распределены по множеству узлов. Есть контроллер основной и есть резервные контроллеры, которые, собственно, отслеживают и балансируют запросы на IT-устройства. Основной контроллер. Сложный вопрос. Еще ни у кого не заканчивалось. Смотрите, мое мнение, это лежит все в вопросе legal отношений между Cisco и заказчиком. Обычно это так. Мы можем, конечно, инфорсить, и с течением времени наступает инфорсмент этих отношений. Из того, что я знаю сейчас, этого инфорсмента нет. Но это не значит, что Cisco говорит, что вы меня можете теперь обманывать. Мы им этого не говорим. Мы в нормальных юридических отношениях с заказчиками. Такой вопрос еще есть. Есть вопрос у меня. Подверг вы к этой ассистике. Нужно поставить какой-то блок-класс? Ну, это звучит очень гипотетически. На поверх VMware устанавливать там OpenStack какой-нибудь. Ну, вот я бы ваш вопрос адресовал в момент поддержки КВМа, вот как гипервизора. Вот тогда, наверное, это уже заиграет каким-то осмысленным, собственно... Ну, сейчас я не вижу смысла в такой постановке вопроса. То есть решение сейчас разработано для VMware. Будет версия в очень близком будущем для Hyper-V. И за ним сразу же идет КВМ. Будет ли это OpenStack? Потому что OpenStack, он несколько необычно работает со сториджем. У него там свой собственный подход ко сториджу. Наверняка можно будет к гипервизору КВМ подключать диски из HyperFlex и подключать объекты из сториджа native OpenStack. То есть наверняка вы это будете делать параллельно, но не поверх одно другого. В UCS все устроено несколько иначе. У нас есть специальный класс сервиса, контрольный трафик, по которому все узлы UCS управляются. То есть это отдельная сеть, к ней нет доступа клиенту. То есть вы не можете к этой сети подступиться, что-то там изменить, настроить. Поэтому с точки зрения этой инфраструктура UCS управляет через свою контрольную сеть. А инфраструктура HyperFlex там делается отдельная сторидж-сеть для передачи данных и отдельная сеть для подключения гипервизоров к ВЦентру. Все знакомые сети Best Practice от ВМВ, вот они все реализуются. Quality Assurance. Вы знаете, наш ответ, я имею в виду CISC, он меняется с течением времени. То есть, например, еще на прошлой неделе меня консультанты по HyperFlex всячески убеждали, что больше чем 8 узлов заказчику не нужно. Хорошее объяснение, почему не нужно, потому что домен отказа – это 3 узла. Если вы потеряли 3 узла, вне зависимости от того, какой большой у вас кластер, он выходит из строя. То есть, ну, сторидж разрушен. Поэтому чем меньше мы делаем кластер, тем надежнее у нас решение. На этой неделе нам объявляют, что мы поддерживаем, наш Quality Assurance пропустил 16 узлов в сторож, 16 блейдов. И, соответственно, мы можем 32 узла. Насколько я помню, это один из максимумов предыдущей ВМВ или рекомендуемых размеров кластеров ВМВ для заказчиков. Теперь нам говорят, окей, 16 прошли, мы теперь, наша цель 32. Наверняка с переходом к 32 все-таки будут делать это с царем в голове и продумают механизмы, возможно, там будет фактор репликации другой, для того, чтобы этот домен отказа не рос вместе. Ну, подумайте, вы сделали кластеры 4 серверов, у вас 3, чем больше серверов, тем больше вероятность отказа. 3 узла вышло из строя, бум, вы потеряли такую ферму огромную серверу. Ну, это действительно такое катастрофическое событие, которого хочется избежать. Поэтому ответ меняется со временем. То есть было 8, мы говорили, что 8 – это очень классно. Сейчас 16, наверное, вам повезло, что вы пришли не вчера. А уж как вам повезет в будущем, вы сами удивитесь. Средства VMware. То есть если вы не сделали, собственно, DRS-кластер, то… Да, да. То есть это уже таланты администратора, которые эксплуатируют систему. Мы никаких ограничений на это не накладываем. Это отдельно, это механизмы VMW обеспечивают и чей. То есть вы овладеете ими, и все у вас будет хорошо. Да. То есть за сторидж нодами мы следим, а за виртуальными машинами – это без практик, которые есть у VMW, они публичные, и можете с рынка экспертизу какую-то найти, и, я думаю, вам помогут. Еще? Все, спасибо. Если какие-то частные вопросы, подходите, тоже пообщаемся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok